Всем привет и добро пожаловать на канал Правильный Декор. Я думаю сейчас много кто хотел бы оказаться на море и чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к этой мечте, давайте вместе с вами сделаем морской городок. Вы наверное уже замечали из моих видео, как сильно я люблю миниатюрные деревянные домики. Так вот, сегодня таких домиков мы сделаем много и кстати не только их. Для начала я нарисовала схему, чтобы понимать как все будет располагаться. У меня будет деревянная конструкция с двумя полочками, на которых раскинется морской городок. Он будет состоять из маленьких домиков, маяка и даже парусника. Я взяла ненужные деревянные обрезки и наметила контур для всех наших построек. По контуру и будем распиливать, чтобы получились нужные нам фигурки. Следом, все это дело мы тщательно зашлифовываем наждачкой, чтобы поверхность стала гладкой, ровной и чистой. Ну вот, это уже другое дело. А теперь закрашиваем все элементы в любые понравившиеся вам цвета. Главное, чтобы они хотя бы немножко гармонировали между собой. Я использую акриловую краску, но подойдет и обычная акварель. Некоторые домики можно полностью не закрашивать и оставить пробелы краски, они нам только на руку. Должно быть ощущение, что домики очень старые и краска со временем сама поотваливалась. А вот здесь, например, я буду закрашивать только верхнюю часть, отделив ее скотчем. И когда мы снимем, его получится такой ровный и аккуратный переход от голубого к естественному цвету дерева. Для маяка я нашла очень толстую ветку и закрашиваю ее в белый цвет. И также отделяю некоторые участки скотчем, чтобы нарисовать те самые красные полосочки. На самих домиках карандашом намечаем дверки, окошки и следом разрисовываем краской. Такие домики могут быть любой формы, размера, цвета и сделать вы можете их сколько угодно. Все зависит только от вашего желания и терпения. Я так долго разрисовывала, что даже успела некоторые из них переделать. Вот как здесь, например. Этот домик мне показался совсем каким-то ненастоящим, простым, неинтересным. Вот фиолетовый получился намного лучше. Ну или вот еще одна переделка. Здесь я даже докрашивать не стала. Новая версия гораздо интереснее, но все равно чего-то не хватает. Добавляем крышу из маленького деревянного обрезка. Крыши я буду делать абсолютно разных форм, цветов и стараться, чтобы ничего не повторялось. Также на некоторых крышах я буду вбивать гвозди. Мои прям самая настоящая ретро. Я не до конца понимала их назначение, то ли это трубы, то ли какая-то антенна. Но так точно интереснее выглядит. Чем старее будут выглядеть домики, тем лучше. Каждая трещинка, ржавчина, отслоение краски. Все эти моменты наполняют каждый домик своей историей. Теперь давайте сгруппируем наши домики. Первые я буду приклеивать на половинку спила дерева. Прибивать каждую деталь я не стала, потому что используя суперклей, все держится и так прочно. Да и процесс этот значительно быстрее. Но гвозди все-таки нам еще понадобятся. Вбиваем их по кругу, образуя забор. И обматываем их проволокой или какой-нибудь ниткой металлического цвета. У меня не было ни того, ни другого, поэтому мне пришлось покрасить самую обычную шерстяную нитку баллончиком. Еще один домик я размещаю на небольшом брусочке с левой стороны, а с правой снова вбиваю гвоздь и связываю их между собой. Далее развешиваю маленькие потрепанные лоскутки. Складывается ощущение, что жильцы вывесили свои вещи сушиться во двор. И еще два домика я размещаю на длинном бруске и также делаю на нем забор. Ну вот, все деревянные элементы готовы. Откладываем их в сторону и приступаем к полочкам. У меня будет их две, но если вам такой мини-шкафчик не нужен, можете сделать всего одну маленькую полочку и снизу вкрутить в нее парочку крючков. И вот новая ключница готова. А я на первой полке решила нарисовать, конечно же, море, ведь городок-то у нас морской. Рисую я темно-синей краской, а поверх нее добавляю светлые горизонтальные полосы и растушевываю их. Следом небрежно накладываю белую краску на каждую такую полосу, изображая волны. И готово. Перекручиваем полочку на кусок фанеры или, как я, на обычную старую деревяшку. Кстати, здесь я тоже решила нарисовать кусочек моря. Полка будет фиксироваться на двух уголках и шурупах. Вторую полку я решила никак не разукрашивать, потому что она слишком идеально отображает ту самую старину, которую я так пытаюсь добиться. Вся эта конструкция получилась слишком большой и просто не влезла на видео. Но выглядеть это должно вот таким образом. Все полки готовы. Теперь давайте сделаем немного морской атрибутики. Сделаем ее из полимерной глины или, как я, из массы для лепки. Рецепт в углу видео. Сделаем парочку вот таких пончиков и оставим их затвердевать на пару часов. После чего покрасим красными полосочками. Это, как вы догадались, будут спасательные круги. Также обязательно сделаем якорь. Раскатываем массу в несколько тоненьких колбасок и соединяем все элементы, как показано на видео. Чтобы они скрепились, промажьте якорь водой с помощью кисти. Или просто проклейте его после затвердевания гель-клеем для прочности. Закрашиваем серебряной краской или даже серебряным лаком для ногтей у кого что найдется. Не годится. Получилось слишком ярко и красиво, так что в наш старинный городок он не вписывается. Но ничего, состарим его сами. Частично покрываем рыжий акварелью и наш старый ржавый якорь готов. Ну и конечно, какое море без парусника. Все, что нам понадобится, это отломанная ветка, кусочек ткани и деревянная шпажка. К сожалению, полосатой тематической ткани у меня не нашлось, поэтому буду делать ее сама. Акриловой краской прямо по ткани рисую две белые полоски. Затем разрезаю на два треугольника и приклеиваем к шпажке. Ее, кстати, нужно подогнать под размер ветки или не усложнять себе жизнь и сразу взять зубочистку, до чего я, кстати, только сейчас додумалась. Склеиваем все детали между собой и готово. Наконец-то начинаем заполнять полочки. Участок у берега показался мне совсем невзрачным и я добавила сюда немного волн. Не знаю, как для вас, но лично для меня функциональность декора играет чуть ли не последнюю роль. Для меня главное, чтобы все было красиво, аккуратно, чтобы вот прям глаз не оторвать, чтобы любоваться и просто любоваться. Но мне все-таки удалось сделать мой городок немного функциональным. С помощью стеклянной баночки и джутовой веревки сделаем светильник. Привязываем веревку на горлышко и отрезаем одинаковые отрезки веревки. Сворачиваем их пополам и привязываем каждый отрезок горлышку, как это делаю я. Таких веревочек я сделала 4 штуки и обрела ими всю баночку. Нам нужно связать между собой две соседние веревки на два узла. По такому принципу провязываем весь первый ряд. За ним второй, третий и четвертый. По итогу связываем оставшиеся концы у дна банки, фиксируем узел гель-клеем и ждем пока клей не схватится, не выпуская при этом концы из рук. Затем снова связываем концы между собой, но только уже над горлышком, образовывая тем самым что-то вроде ручек и оплетаем их. Вот так вот. Все оставшиеся отрезки приклеиваем, чтобы ничего не распустилось. Держаться такой светильник или скорее подсвечник будет на крючке, который вкручиваем внизу полки и готово. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь вам понравился мой городок. Если это так, поставьте под этим видео палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до новых встреч!